Добрый день, это программа «Парадокс» в эфире Степана Демура. Тема нашей сегодняшней программы – это создание ОАО «Росфинагентство». Есть такая песенка очень хорошая про ОАО «Газпром». А теперь, наверное, будут петь песню про ОАО «Росфинагентство». У нас сегодня в гостях Оксана Генриховна Дмитриева, первый зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, член фракции «Справедливая Россия». Добрый день, Оксана. Добрый день. К сожалению, мы не смогли пригласить членов «Единой России» для обсуждения, поскольку вся партия единогласная, если не ошибаюсь, за исключением одного депутата, проголосовала за этот замечательный закон. Оксана Генриховна, в чем суть этого прекрасного закона? Я бы даже начал с другого вопроса. Объясните, пожалуйста, телезрителям суть Стапфонда, как он создавался, там еще, по-моему, фонд будущих поколений. Откуда-то вам берутся деньги и вообще, как они расходуются, зачем он нужен. Да-да, хорошо. Я хочу сказать, что за этот закон Росфинагентство, фактически это передача казны государства, ну, в виде резервного фонда и фонда национального благосостояния, в частные руки, потому что открытое акционерное общество – это частная компания по нашему законодательству, даже если оно принадлежит государству. Теперь за этот закон в Государственной Думе голосовала исключительно Единая Россия, все оппозиционные партии, даже ЛДПР, я уже не говорю о Справедливой России и КПРФ, и голосовала против, и выступали против. Теперь вернемся к тому, что, какой объем средств передается вот этому акционерному обществу. В резервном фонде и фонде национального благосостояния на данный момент времени находится 5,4 триллиона рублей. Это где-то, ну, вот по нынешнему бюджету, это больше 10 бюджетов здравоохранения, и 7, нет, даже 8 бюджетов образования. Это два с лишним бюджета национальной обороны годовых, ну и средства, превышающие тех, которые нужны для капитального ремонта всего нашего жилья. То есть это огромный объем средств. А откуда, вот как формируются эти фонды? Значит, резервные фонды, фонд начал формироваться в 2003 году, первое отчисление сделано в 2004, из денег, которые получены от экспортных пошлин на нефть. С нынешнего года туда поступают не только экспортные пошлины на нефть, но и на газ, и налог на добычу полезных ископаемых. Считалось, что это подушка безопасности, с одной стороны, а с другой стороны, это способ стерилизации денежной массы, для того, чтобы бороться с инфляцией. Я лично и наша партия с самого начала были категорически против того, чтобы средства налогоплательщиков вкладывались вот в эти резервные фонды, и фонд национального благосостояния, а дальше они размещаются в чужую экономику. То есть это те деньги. А где вот эти фонды в рублях? Нет, эти фонды исключительно... Ну, то есть это часть... То есть они затем идут как часть золотовалютных резервов, и Центральный банк вместе с другими золотовалютными резервами и их размещают в ценные бумаги иностранных государств. То есть это означает, что мы, отрывая эти деньги от нашего бюджета, финансируем чужие страны. Что значит долговые бумаги иностранных государств? Финансируем бюджетный дефицит других стран. Да, бюджетный дефицит других стран. Чтобы они на наши деньги финансировали своих врачей и учителей, строили свои дороги... Субсидировали сельское хозяйство. Субсидировали сельское хозяйство, помогали малому бизнесу и решали все многочисленные задачи, которые стоят перед государством. И все это оправдывалось тем, что это деньги не заработанные, что мы их не заработали, что это просто потому, что такие цены высокие на нефть. И во-вторых, что нужно их стерилизовать денежную массу, потому что тогда у нас не будет инфляции. А если у нас не будет инфляции, то у нас экономика просто сама собой так заработает. Смотрите, всегда приводят два аргумента таких, которые набили оскомину за создание фондов. Якобы эти фонды помогли в кризис. Отвечаю. У меня сразу возникает вопрос тогда. Послушайте, я это называю кудриномикой. То, что создал Кудрин, это кудриномика. Кудриномика, абсолютно. Но ведь... Я как говорю, научный кудринизм. Кудринизм, да. Что осталось после Маркса, марксизм, после Кудрина кудринизм. Но ведь кризис показал, что наша экономика, которую выставил товарищ Кудрин, она же сложилась как карточный домик. И говорить о том, что, на мой взгляд, конечно, что стабфонд якобы помог, и он там должен был быть, ну, это смешно. Надо посмотреть, как склалась экономика, и что творилось в Москве с недвижимостью, с рабочими местами везде. И второе. Ведь эти деньги... Вот Центробанк борется с инфляцией, но Центробанк увеличивает денежную базу со скоростью 20-25% годовых. Когда вы это делаете, у вас по-любому будет инфляция. То есть это какие-то странные аргументы, на мой взгляд. Отвечаю. Значит, можно отвечать здесь по-разному. Конечно, политика Кудрины и искусственное изъятие из экономики средств налогоплательщиков, то есть фактически профицитный бюджет, у нас наблюдается с 2000-го года. То есть с тех пор, как стали расти цены на нефть. Эти фактически 13 лет исключительно благоприятной экономической конъюнктуры. Для других стран они были достаточны для того, чтобы сделать прорыв вековой. Ну, например, те же самые арабские страны, они, значит, из феодализма, с верблюдов на Мерседесы, ну, вот, грубо говоря, пересели, да. А мы за это же время отстали от самих себя на 20 лет. Потому что мы по многим характеристикам, ну, практически по всем, хуже, чем на конец советского периода. То есть на 90-й год, хотя за это время цены на нефть выросли в 10 раз. А что значит в 10 раз? Это означает, что себестоимость и с небольшой рентабельностью покрывалась даже при 12-13 долларов за баррель. А все остальное, это тот излишек, который вот у нас манна небесная. И мы могли за это время решить все проблемы. Ну, есть у меня хороший пример, вернее, у всех есть перед глазами. Это, например, Белоруссия. Такой последний диктатор-батька. Ведь он что сделал? Он перевооружал сельское хозяйство. Он практически провел реконструкцию двух НПЗ, которые теперь будут продавать бензин в Россию. У нас таких НПЗ нет. Практически провел модернизацию промышленности. А мы же этого ничего не сделали. Мы не то, что ничего не сделали. Ведь если себе представить, когда у вас твердая национальная валюта, что вы делаете? Вы делаете модернизацию промышленности. Вы закупаете иностранные технологии, иностранные линии производственные. Вы хотя бы делаете модернизацию промышленности. Вы ее сделали. А потом опускаете национальную валюту. Так, чтобы защитить национального производителя. И производите импортозамещение практически. Но мы же этого не сделали. Мы делали... Значит, теперь вот вернемся к кризису. Значит, все это время до кризиса. Мы тем, что деньги от экспорта нефти и газа мы не вкладывали в страну. Вкладывать же можно разными путями. Можно действительно осуществлять развитие инфраструктуры, строительство жилья, вложение в какие-то мегапроекты, ну не типа Олимпиады, а типа там... Ну еще есть чемпионат мира по футболу. Да, геном человека, или там полет на Марс и так далее. Ну те, которые дают очень большое такое инновационное развитие. Но мы и не делали самое простое, то, что делали, допустим, Объединенные Арабские Эмираты. Отмену налогов и замещение налогами вот этой ренты от экспорта нефти и газа других налогов. То есть мы могли освободить полностью от налоги одно малый бизнес, а не душить их. Мы могли освободить те отрасли, куда мы намеревались осуществить структурный сдвиг. Это прежде всего обрабатывающее промышленность. Машиностроение. Да, машиностроение. Мы могли сделать, ну опять же, держать низкими цены на сырье и энергоносители, чтобы повысить конкурентноспособность. То есть мы могли массу вещей сделать на такой вот огромный объем средств. Нет, эти все средства вкладывались в чужую экономику. Вот это я сказала вначале на бытовом уровне. Теперь скажу на экономическом уровне. Все знают кентианскую теорию, кентианский мультипликатор. Но она перестала работать, к сожалению. Нет, она очень хорошо работала. Америка выходила из кризиса нынешнего типично кентианскими рецептами. Я не говорю о 33-м. Хорошо вышло. Положительные темпы роста, ничего. И спада такого, как у нас, не было. И точно такими же методами действовал Китай, поэтому он прошел кризис вообще, не снижая практически темпов. Не то, что спада не было, а прирост. Китайский ОВП — это отдельная песня. Ну, согласен. Отчасти. Значит, что касается у нас, это вот то, что кудриномика. Кудриномика. Это кентианский мультипликатор кверх ногами. То есть это, наоборот, впрыскивание и ускорение, а это вытаскивание и искусственный тормоз экономического роста. Плюс нерешение всех социальных проблем, а это... Оксана, извините, нам придется прерваться на новости. Вернемся после новостей. Снова в эфире. Это программа «Парадокс», ее ведущий Степан Немура. У нас в гостях Оксана Генриховна Дмитриева. И обсуждаем мы замечательный закон ОАО «Росфинагентство». Телефон в студии 651099,6, код города 495. У нас есть пара телефонных звонков. Давайте их возьмем. Дмитрий. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Дмитрий из Москвы. Хочется задать вот такой вопрос. Экономисты любят строить разные прогнозы. Ну вот, допустим, случится такая ситуация. В течение шести месяцев цена на нефть понижается и держится где-то года два в диапазоне 60-70 долларов за баррель. Насколько нам долго хватит этих фондов? С учетом социальных обязательств, с учетом раздутых требований, касающихся Олимпиады, Острова, Русский, кредита Бангладеш на строительство атомной станции и так далее. Хватит нам этих денег или нет? Спасибо. Отвечаю. И очень хороший вопрос, и он как раз связан, как мы выходили из кризиса. Я вам открою такой секрет. Для того, чтобы финансировать дефицит бюджета, средства резервного фонда и фонда национального благосостояния не используются. На самом деле, все их использование, весь этот крик по поводу того, насколько нам хватит, заключается в том, что никто не продает облигации правительства Соединенных Штатов или Великобритании или Германии для того, чтобы профинансировать наш дефицит бюджета. Это просто те средства, которые перекладываются просто из одного счета в другой счет. Они так считались за правительством, а так они переписываются за Центральным банком и просто составляют исключительно его золотовалютные резервы. А это тоже стаб-фонд, он тоже лежит в золотовалютных резервах. Как лежал, так и будет лежать. А финансирование идет исключительно через эмиссию, печатание денег. Поэтому вопрос о том, что мы будем делать, когда цена на нефть упадет, это вопрос того, сколько мы решим печатать денег за счет эмиссии. Насколько обесценится рубль. Да, потому что золотовалютные резервы реально используются физически для поддержания курса рубля. И все. Это очень, кстати, легко посмотреть, проанализировать детально ситуацию 2008 и 2009 года. Золотовалютные резервы сокращались в 2008 году, когда поддерживали рубль и бросали его на поддержание рубля. При этом дефицита бюджета в 2008 году не было, а был даже профицит. А когда был дефицит бюджета в 2009 и в 2010 году, и якобы использовался резервный фонд, никакого сокращения золотовалютных резервов не было. Поэтому это все одни разговоры, не имеющие никакого... Причем те, кто разговаривают по этому поводу, они-то сами прекрасно знают, как это все происходило, и какой это золотовалютный резерв или просто обычный печатный станок. Ну, нам же товарищ Греф объяснил на петербургском форуме, как работает все в общении с народом. И после этого, вот это хороший вопрос для того, чтобы перейти к Росфинагентству. У нас есть еще телефонный звонок. Давайте ответим. Михаил, добрый день. Добрый день. У меня два небольших вопроса к Оксане Генриховне. Первое. Росфинагентство, ОАО. Многим до сих пор непонятно. Сейчас эти деньги лежат у государства, там вроде бы будет государственная компания. Прошу еще раз пояснить эту ситуацию, что ОАО будет не подконтрольным. И второй вопрос. Закон о Росфинагентстве. Не подконтрольный кому? Не подконтрольным будет государству. ОАО не отчитывается, например, меру подсчетной палаты. И второй вопрос. Это определяющий закон. Мы все дружно обсуждаем там и Руси, и Пуси, или еще что-то, да. Но вот по этому закону партия «Справедливая Россия» занимает определенную позицию. Но такое впечатление, что Оксана Генриховна выбрана Орлеанской делой и бьется на всех фронтах. А где партия? Какая партия? «Единая Россия» или «Справедливая Россия»? «Справедливая Россия». «Справедливая Россия». Значит, первое. Очень хороший вопрос. Значит, Росфинагентство. Значит, теперь народ говорит. Ну вот тот, кто предлагает эти, как теперь принято говорить, серьезные пацаны, которые предлагают этот закон. Скорость там-то еще серьезнее. Они говорят, то есть подтекст такой. Вы знаете, а деньги-то не работают, они лежат мертвым грузом. Давайте... Они же инвестированы куда-то в облигации. Да, давайте мы их лучше будем инвестировать. Вот. При этом самое интересное... А где инвестировать? Там же. Там же. Потому что все разрешенные активы, ну вот в законе, куда можно вкладывать эти деньги, не меняются. То есть все туда же. То есть внутри страны... Нет. Резервный фонд только за границей, а там основные средства, и только в иностранные ценные бумаги. Фонд национального благосостояния тоже преимущественно туда, за как бы небольшим исключением. Вот. Но только размещать будем не Центральный банк, ну в составе золотовалютных резервов, а мы. А мы это кто? Открытое акционерное общество. А кому принадлежит контрольный пакет? Допустим, оно с госучастием. А, с госучастием. Да, но нет. То есть еще кто-то, инвесторы, смогут приобрести по или акции этого... Ну, возможно, потому что там в законе нет никаких ограничений. То есть пока предполагается, что это стопроцентное госучастие. Госучастие. Но это в любом случае, понимаете, это частная компания. Даже если это стопроцентное госучастие, открытое акционерное общество не является государственным органом. И передача средств казны, потому что и резервный фонд, и фонд национального благосостояния, это по сути бюджетные средства. Это средства налогоплательщиков, то есть это средства казны. То есть казна передается в управление, доверительному управлению открытого акционерного общества. При этом, возможно, банкротство. В законе прописано этого открытого акционерного общества. Но это же должно чему-то противоречить. Это всему противоречит. Это противоречит Конституции Российской Федерации. Ну, об ней уже давно все забыли. Тем не менее, она существует. Конституция Российской Федерации, где... Ну, я уже не говорю о том, что статья 7, что Россия это социальное государство. И оно должно использовать все свои ресурсы на обеспечение достойной жизни граждан. Там так написано. Они являются открытым акционерным обществом, где основная задача это... Получение прибыли. Да, получение прибыли. Затем она противоречит тому, что обеспечивает исполнение бюджета правительства Российской Федерации. И управляет собственностью правительства Российской Федерации. Если это используется как подушка безопасности резерв, то есть это обеспечение устойчивости рубля и денежного обращения, то за это у нас по статье 75 Конституции отвечает Центральный банк. И никакого аутсорсинга полномочий не предусмотрено. И когда говорят наши противники, и Единая Россия, и суперлиберальные экономисты, там Евгений Ясин, там Сергей Алексашенко, еще что-то, что мы создадим наблюдательный совет, будем контролировать... Будем получать зарплату в совете. Будем, значит, ревизионная комиссия. Но вообще-то я хочу сказать, что наблюдательный совет уже создан. Да, называется Дума. Да, он называется парламентом. И контрольно-ревизионная комиссия тоже уже создана. Она называется счетная палата. Но по отношению, как правильно заметил радиослушатель, открытое акционерное общество, счетная палата не контролирует. Более того, как только даже в госкорпорации, мы это уже проходили, как только деньги попадают в госкорпорацию, они перестают быть бюджетными средствами. Степашин, чью деятельность я оцениваю чрезвычайно высоко, как счетную палату, нам докладывал, он докладывает каждый раз, что очень сложно контролировать открытое акционерное общество, даже когда четко зафиксирован вклад государства на какие цели. А тут же будет вклад, ну, допустим, деньги передаются ОАО. Допустим, часть средств Фонда национального благосостояния, они будут вкладывать еще в какие-то акции. Но вложение в акции, это уже не вклад государства. Когда идет вложение через открытое акционерное общество, это уже дочка. А дочка, это уже не вклад государства, а вклад частного инвестора. Все. Это я, ну, вот, азбуку... А вопрос сразу возникает. Сейчас, можно я еще скажу? И вот за все, значит, парадокс в том, что активы все те же самые. Вкладывать можно только... Классы активов. Да, все то же самое, активы все те же самые. Цели повышения доходности не ставятся в законе, потому что... Это был мой вопрос, чем обосновывается создание этой корпорации? Нет, это в пояснительной записке. А в законе там непонятно, что в пояснительной записке. А в законе черным по белому написано, что самая главная цель, точно такая же, как и ПЦБ, резервных фондов и национального благосостояния, это обеспечение их сохранности и допускается получение отрицательного результата. Вот. Но это рынок. И плюс еще допускается банкротство этой организации. То есть смысл такой, а что стало с вашим резервным фондом? Побанкротился. Побанкротился. Вложились в акции компании Apple, они упали, ничего не делаешь. Ну да, ну так получилось. Вот. И плюс за Центральный банк, который выполнял все основные функции по размещению в составе своих золотовалютных резервов, он за это ни копейки не получал. Потому что это по закону о Центральном банке. Операция с бюджетными средствами осуществляется Центральным банком без взимания какого-либо вознаграждения. Все. А вот вопросы вознаграждения этого ОАО детально прописаны. То есть там они получают вознаграждение за осуществление всех этих операций. И плюс они еще осуществляют компенсацию своих расходов. Это мне напоминает управление пенсионными деньгами. Когда я получаю каждый год отчет пенсионного фонда от ВЭБа и смотрю на доходность, которую он показал, у меня слезы наворачиваются на глаза. Поскольку если бы, скажем, эти деньги просто бы мне выплачивались или бы не изымались, я мог бы вложить в те же самые, скажем, ОФЗ и получить себе большую доходность. Или прикупить себе какую-нибудь там недвижимость или еще что-то. Вот. Ну, вот это то, что... Ну, это же афера практически. Это афера тысячелетия. Это афера тысячелетия. Более того, такого нет нигде в мире. Ну, мало этого. В это Росфинагентство, помимо того, что передаются функции резервного фонда и фонда национального благосостояния, средства, передается еще управление долгом. России. Россия. Угу. Вот. Мы, к сожалению, мы должны прерваться на новости. Вернемся после новостей. Добрый день, мы вернулись после новостей. Это снова программа «Парадокс», ее ведущая Степана Димура. Телефон студии 651099,6, код города 495, адрес сайта финам.фм. Пишите, звоните. У нас в гостях сегодня Оксана Дмитриева. И мы обсуждаем суперзакон о создании ООО Росфинагентства. Так я все-таки вот для себя хочу понять. Вот смотрите, возьмем, например, Норвегию. Да? У них есть национальный фонд. Этот национальный фонд вкладывает деньги и в акции, и в облигации других стран и получает, судя по отчетам, неплохой доход. Ну, относительно неплохой, очень консервативные вложения. Вот предложение о создании ООО Росфинагентства, оно структурно чем-то отличается, скажем, от норвежского опыта или нет? Ну, оно отличается. Знаете, была такая в советские времена поговорка. Аналогичный случай был в Тамбове, только там все дело было с трактором. Ну, примерно, из той же Сирии. Поскольку там государство контролирует этот фонд. Нет, во-первых, там фондом управляет Центральный банк. Сама нефтяная компания, которая получает этот доход в Норвегии, она тоже является государственной. При этом средства действительно туда направляются, доходы от экспорта нефти. При этом не только у нас, как через экспортные пошлины. Но поскольку компания государственная, то там на ней не возникают Абрамовичи, Виксельберги, Дерипаски и так далее. То есть это все, значит, туда. Да. И при этом золотовалютные резервы, вот, собственно говоря, то, что формирует Центральный банк, они в Норвегии невелики. Всего 50 миллиардов долларов, а в нефтяном фонде свыше 500 миллиардов долларов. При этом этот фонд, он преобразован, и теперь это является пенсионным фондом. То есть то, что у нас граждане моложе 67-го года рождения делают отчисления на накопительную часть пенсии, тем самым увеличивают нагрузку на фонд оплаты труда, норвежцы это не делают. Это за них все вот в этом пенсионном фонде. Поэтому накопительные пенсии они будут получать, и уже частично получают из этого фонда, отнюдь не из того, что они дополнительно дают крутить свои деньги. Но при этом, значит, это не золотовалютные резервы маленькие, значит, пенсионного отдельно накопительных пенсионных пенсий нету, долг туда никто не передает норвежский. И это было сделано тогда или параллельно после того, как Норвегия достигла первых мест в мире по показателям качества жизни. И вы знаете, я вот не знала, что вы мне зададите этот вопрос, но я еще когда шла речь о формировании стабилизационных фондов без этого финагентства, я написала письмо норвежскому послу, где попросила его охарактеризовать основные показатели в Норвегии, значит, ну и его оценка, почему они формируют стабилизационный вот этот нефтяной фонд. Письмо, вот видите, Москва, ответ 16 февраля 2005 года. Значит, что он пишет, почему они формируют это тогда еще, вот этот нефтяной фонд? Для страны с населением 4,6 миллионов человек, которая после Саудовской Аравии и России является третьим экспортером нефти в мире, использование значительных доходов, которые теперь поступают в казну, оказалось бы пагубным для нашей экономики. Но, значит, далее он говорит, «В дальнейшем отвечаю на ваши вопросы о социально-экономических индикаторах. Важно иметь в виду, что хотя зарплата и пенсии в Норвегии достаточно высокие, мы хотим, значит, чтобы это все и дальше сохранялось». И дальше он пишет, какова средняя зарплата в Норвегии, работающих по полной ставке. Значит, на тот момент это было 4 500 долларов в месяц. Средняя зарплата в системе школьного образования превышала среднюю зарплату по стране и, значит, составляла 4 700 долларов. Пенсионная система, средняя пенсия, 2 трети от зарплаты, а не 1 треть, как у нас. Пособие на детей, дальше пособие по безработице и так далее. Социальные государства, как у нас конституция написана. Последние годы, пишет мне посол, Норвегия выходит на первое место по статистике ООН, что касается качества жизни в странах, членах этой мировой организации. Вот, значит, что ответил посол аж в 2005 году. При этом в Норвегии осуществлено полностью развитие инфраструктуры, полностью реконструирована система энергетики, переведена на гидроэлектростанции. Оксана, а вам возразят оппоненты, скажут, ну, Норвегия такая маленькая страна, как обычно, Норвегия это не Россия. Вот поэтому... Вот законы экономики, они что, отличаются в разных странах? Нет, ну, Норвегия, почему... Вот был выбор, допустим, формирования нефтяного фонда. Это политический выбор Норвегии. Если бы я была депутатом норвежского парламента, может быть, я бы им предложила совсем другой вариант. Норвегия выбрала для себя в том, что денег у нас много. Социальные проблемы мы все решили. У нас и так самая высокая зарплата, у нас и так самая высокая пенсия, у нас и так самая высокая продолжительность жизни. Если мы дальше будем повышать зарплату, повышать пенсии, то у нас уже экономика станет неконкурентно способна. Дороги мы все построили, мастить золото мы их не хотим. Золотые унитазы мы не, значит, не арабская страна, нам золотые унитазы не нужны. Мы уже конкурируем со всей Европой за самые квалифицированные кадры, за наши высокие зарплаты, к нам все едут. Но, как они рассуждали, поскольку у нас 4,6 миллиона населения, поскольку, наверное, у нас нет созданных научных школ, поэтому вряд ли мы сможем осуществить масштабный инновационный проект и так сделать, чтобы все нобелевские лауреаты жили в Норвегии. Мы, наверное, не сможем реализовать там. И на Марс мы не сможем полететь. Да, на Марс мы не полетим. Ну, не можем. То есть мог быть и другой вариант. Мы вот сделаем, мы все эти деньги вложим в инновации. И вот будем, значит, вся наука будет не в США и не ФРГ, а у нас. Мог быть такой политический выбор. Кстати, упирается по нему Финляндия. Ну, вот пытается это, ну, не в таком объеме, у них нет таких ресурсов реализовать. Но это политический выбор Норвегии. Ну, опять же, свою функцию, которая стояла по Конституции, обеспечение достойной жизни граждан, они реализовали, при этом они избежали вопиющих социальных различий. Ну, вот это под пример Норвегии. К нам это абсолютно не относится. Потому что у нас огромные... Значит, мы сами от себя отстали. Дестимуляция у нас происходит экономического роста, поэтому нам нужны деньги. У нас мы отстали от самих себя по продолжительности жизни. Ведь у нас после того, как она повысилась, мы находимся по нашей продолжительности жизни на уровне 1960 года. То есть весь мир за это время, все страны, я уж не говорю о Норвегии, они продвинулись, и продолжительность жизни увеличилась в странах OECD на 17 лет. За все эти 50 лет. А у нас она на уровне 1960 года. Ну, они через инновационную перестройку не проходили, скажем так. А у нас... Нет, ну, тем не менее, перестройка уже закончилась... Это вечный процесс, к сожалению. До 2000 года у нас сверх благоприятная экономическая конъюнктура. Все. Забыли, что было до 2000 года. Вот с 2000 года профицитный бюджет. Поэтому это вот, значит, приводит пример Норвегии. Сейчас у них еще пример Китая. Вот пример Китая. Тоже огромный фонд создан. Да. Но у Китая это не средства налогоплательщиков. Вот все, что Китай получает от налогов, он вкладывает в свою собственную экономику. Более того, у Китая дефицитный бюджет. Они профицитные, как у нас, то есть они еще и занимают. И все средства налогоплательщиков, все до копеечки идут в китайскую экономику. Но Китай при этом имеет активное сальдо, так же, как и мы, торгового баланса, только из-за обрабатывающей промышленности, а у нас из-за нефти. И при этом он не укрепляет юань, а держит паритет с долларом. Пытается, да. Держит. И чем больше он его держит, тем быстрее у него растут золотовалютные резервы. Из воздуха, что называется. И вот эти резервы из воздуха у него уже 3,3 триллиона долларов. А у нас чуть больше 500 миллиардов. И вот часть вот этих золотовалютных резервов, которые, ну вот, из воздуха, скажем так, они решили, а что это мы все их будем вкладывать в американские облигации. Начнем. Внутри они не могут, потому что деньги уже имитированы. Это действительно вторая эмиссия. Вторая эмиссия. Вторая эмиссия. Тем более у них и так очень большая эмиссия, потому что они держат... Профицит большой. Торгового баланса. И они держат паритет с долларом, не допускают укрепления юаня. Ну, они, слушай, не паритет, а коридор они держат валютный. Да, то есть у них поэтому и так очень большая эмиссия. Гораздо больше, чем у нас. Поэтому они говорят, а давайте-ка мы будем скупать активы за границей. Просто будем скупать активы. При этом не то, что как наши, они собираются играть, значит, что-то на фондовом рынке, по чуть-чуть там покупать. Эти ни на каком рынке не играют. Материальные активы. Они четко скупают по стратегии то, что им надо. А скупают они транспортную инфраструктуру. Они аэропорты, порты морские. И мы даже умудрились с ними, против чего я выступала в Государственной Думе активнейшим образом, заключить договор, соглашение именно с этим китайским инвестиционной корпорацией, выделить еще на это деньги из бюджета для того, чтобы создать фонд прямых инвестиций и покупать объекты, которые подлежат у нас приватизации. То есть для нас у нас это приватизация, а для Китая это национализация. Только у нас российская приватизация, а у них китайская национализация. И тоже они не дураки, они понимают, что у нас сейчас по плану приватизации порты и аэропорты. Вот это стратегия Китая. Но опять же, то же самое, аналогичный случай был в Тамбове, но только все дело было в тракторах. То есть здесь нет средств налогоплательщиков, здесь нет игры на фондовом рынке, здесь не передаются функции управления долгом. Кто будет управлять этим фондом по закону? По закону открытое акционерное общество. А кто будет ставить во главе этого общества? А это будут советы директоров, причем независимых директоров. То есть если сейчас этим управляют либо ЦБ, либо функции Министерства финансов, это госслужба, это с ограничениями, с контролем, в случае чего иногда все-таки что-то случается и в Министерстве обороны, и периодически из чиновников Министерства финансов, кстати, за вопросы с долгами, значит, привлекают. Вы имеете в виду старчака. И старчака, и другие были, вот, именно по долгам, потому что это наиболее такие уязвимые вопросы. То есть это большие ограничения прав, что называется, ограничения прав. Вы не можете заниматься другой коммерческой деятельностью, вы не можете теперь, будет иметь счета, значит, за границей, вы подлежите декларированию, у вас не может быть аффилированных структур, у вас не может быть конфликта интересов и так далее. Ну, тем не менее, то в открытом акционерном обществе вы не государственные служащие, вы можете делать все, что угодно. Вы можете создать рядом свою структуру, которая, значит, будет прокладкой и так далее. — Структура, как это обычно, создаст маленькую компанию, разместит ее на бирже, потом этот фонд купит акции интервьючного размещения. — А дальше смотри всю историю про Саяну-Шушинскую. — Оксанам, мы должны снова прерваться на новости, извините. Итак, мы уходим на небольшой новостной перерыв. Снова в эфире программы «Парадокс». С вами ведущий Степан Демуров. У нас в гостях Оксана Дмитриева. И обсуждаем мы закон о создании Росфинагентства. Вот нам написал очень интересный, судя по всему, человек. Его зовут Ник. Написал он следующее. — Окей, высказательный знак. Истерику мы услышали по поводу передачи бюджетных средств в ОАО. А сам посыл? Для чего это делается? Какие цели преследуются государством при преобразовании в ОАО? Из того, что вы сказали, я никаких целей не вижу, кроме одной. — Ну, я думаю, такие цели и есть. Первая цель — это фактически приватизация казны и возможность по цепочке эти средства освоить. При этом без всякой ответственности за их сохранность, поскольку возможно банкротство, возможно отрицательная доходность. Самая узкая цель в этом — это существенное увеличение своих собственных доходов, потому что мы знаем, сколько получают люди, которые работают и в госкорпорациях, особенно в открытых акционерных обществах. Это заработки порядка совершенно официальные 30 миллионов долларов в год, существенно отличающихся от того, что получают министры в сотни и в тысячи раз больше, без всяких на то ограничений. То есть вот какие цели есть. — Причем эти зарплаты будут идти за счет фонда, разумеется. — Ну, естественно, и за счет бюджета дополнительно они уже представили полтора миллиарда. Я, если позволите, вся эта афера думает, что она пройдет, потому что считается, что это сложно, что люди не разберутся, что такое Росфенагентство. Потому что когда отнимают одну больницу, всем это понятно, реально существующая 31 больница в Санкт-Петербурге, то народ встает, выходит на улицы. А когда через Росфенагентство, фактически, я сосчитала, отнимают у народа две тысячи больниц и еще тысячу школ, то народ... — Это нечто непонятное, руками никто не трогал и непонятно. — Да, непонятное, руками никто не трогал. Поэтому на это и надеяться. Поэтому я всех прошу. Закон прошел 240 голосов за. Нам надо отобрать, чтобы во втором чтении он не прошел, хотя бы 20 голосов. И препятствовать тому, потому что ЛДПР так у него... — Это известная партия, да. — Ну, такая позиция, что они могут и проголосовать во втором чтении, чтобы было такое общественное давление, чтобы никто не мог проголосовать за. На сайте mypetition.ru или ком? — Не знаю, я вот не помню. My Petition. Собираются подписи против этого закона. Мы хотим обязательно собрать более 100 тысяч подписей, чтобы тот, кто эту аферу организовывает, чтобы они поняли, что оттого, что закон сложный для понимания, это не значит, что люди не разберутся и не будут протестовать. Поэтому они надеются на то, что из-за сложности закона такая фактически приватизация казны пройдет незамеченным, и люди не будут протестовать. Поэтому прошу вас, зайдите на сайт mypetition, оставьте свою подпись, передайте все координаты вашим знакомым, друзьям и так далее. Потому что здесь важно продемонстрировать, что людям не все равно, что люди у нас умные, и что дурить так себя они не позволят. Что касается партии, отвечаю на вопрос. В Санкт-Петербурге уже в это воскресенье будут в инициативе «Справедливая Россия» одиночные пикеты, не нарушая законодательство, против закона о Росфинагентстве, против приватизации казны и одновременно за продление приватизации жилья. Потому что срок приватизации жилья истекает 1 марта 2013 года, а мы внесли закон, я и мои коллеги, о продлении приватизации на 5 лет. Это тоже важный вопрос и тоже многих людей касается. И вот так что... Оксана, а позвольте мне, я вообще циник по жизни. Ну хорошо, но соберете вы 200 тысяч подписей. Ну ведь здесь на кону такие деньги, что... Ну кто на это обратит внимание? Все поднимут ручки и проголосуют, как обычно. На кону такие деньги, но тем не менее они достаются. У меня вот вопрос еще к вам. Ну хорошо, интерес чиновников, скажем, из Минфина, из ЦБ понятен. Отдельных. Отдельных. Отдельных чиновников понятен. У ЦБ нет никакого интереса, объективно. Ну если там кто-то войдет в себя директоров, он получит очень хорошую. А депутатский-то интерес здесь какой? Вот Единая Россия, какой интерес? А Единая Россия, вот... Ну во-первых, Единая Россия есть брожение. Поэтому я и так призываю, апеллирую к общественному мнению. Там есть часть, которая очень небольшая, которая надеется, которая говорит, что мы вот придумаем структуру, о, о, плохо, мы там к ней несколько бантиков приделаем, и все будет хорошо. И нас возьмите для контроля, и в долю, что называется. Тогда все будет хорошо. Но это очень небольшая часть, поэтому надо разъяснить всем остальным, чтобы они чувствовали это общественное давление. И сама партия чувствовала, потому что там железная дисциплина, включается рубильник, и все голосуют за то, что сказано, даже если это сказано в интересах узких, коммерческих интересов отдельных лиц. Теперь, что касается, допустим, правительства. Ну вот я встаю на место министра экономики Белоусова, который, кстати, мужественно и до конца боролся против нового бюджетного правила, который предписывал вот этот резервный фонд и фонд национального благосостояния отправлять все больше средств. Потому что он говорил на заседании правительства, что у нас масса решений, которые отложены, нам нужны инвестиционные деньги на инфраструктуру, нам нужно деньги вкладывать в науку, в инновации и так далее. И тут теперь говорят, да, действительно, значит, деньги есть, они лежат мертвым грузом, вот АО, ОАО, их куда-нибудь вложат. Вне страны. И вне страны, и у нас где-нибудь на фондовом рынке что-то там поиграет чуть-чуть, поиграет. И получается, что... И привлекут для этого каких-то финансистов, зарубежных финансистов с мировой репутацией и так далее. И получается, дальше Белоусову приходят и говорят, Андрей Ромович, ты министр, где у тебя экономический рост? Значит, он должен рост обеспечивать, структурную перестройку. А деньги все в этом ОАО-финагентстве, которым управляют совершенно безответственные перед нами, перед национальной экономикой, нарушениями конституции, да? Существующие конституции, да? Да, нанятые менеджеры сегодня, они здесь менеджеры. Завтра после банкротства они пошли, значит, в другое место менеджерами. Другое место и так далее. Эффективные менеджеры. Поэтому мне представляется, что там, даже в самом правительстве, не должно быть такого единства. Даже в самом Минфине, потому что там есть очень квалифицированные... У нас телефонный звонок, давайте возьмем. Семен? Алло. Знаете, как вопрос хотел задать? А вот где можно найти поименный список тех человек, которые протащили его в первом учтении? Потому что все голосования там, они в прошлом году были бы еще интересны общественному мнению. А сейчас уже только поименный список. Поименный список голосовавших же есть, он же, по-моему, висит на сайте Думы. Конечно, да-да-да. А, то есть это все открытое источнение? Это, конечно, открытая информация, да. Можете зайти на сайт, посмотреть, найти ее. Да, можете зайти, тем более тут вопросов... Тут все очень просто. Единая Россия вся. За исключением одного депутата, по-моему. Ой, там что-то, он, по-моему, только что пришел. Рубильник не услышал. Чич-чич. Да, вся, да. Вся. Это он, по-моему, сделал потом заявление. Еще раз повторяю, вот еще раз хочу повторить по поводу сайта MyPetition. Прошу вас, мы здесь должны продемонстрировать по сложному закону, по которому, вот спасибо большое, Финам.фм дали рассказать. А так полная информационная блокада, абсолютная. Блокада была не только информационная, у нас что обсуждали? У нас обсуждали тему Pussy Rights, потом антизакон Магнитского. Все СМИ были этим наполнены. Еще что... А, да, очень важный закон, по-моему, о правах гомосексуалистов, что-то такое. Только это. А ведь закон-то был когда внесен, по-моему, в сентябре? Ну, закон был внесен в сентябре, но за это время... А кем он был представлен, если не секрет, закон? Правительство. Правительство. Нет, но за это время был бюджет, в котором идет одновременно формирование средств резервного фонда. То есть деньги отчисляются в резервный фонд, и одновременно осуществляются займы. В резервный фонд под 0% или с отрицательной доходностью, а займы на ту же сумму и превышающую. С положительного фонда. Под 7-8%. Мы бились на это. Непонятная бухгалтерия. Тут, значит, мне не нравится закон Димы Яковлевой, я за него не голосовала. Голосовала против поправки, но когда мы бились при рассмотрении бюджета за то, чтобы увеличить ассигнование на дорогостоящие виды лечения на 55 миллиардов рублей, для того, чтобы были квоты тем же детям, чтобы они не умирали, чтобы можно было их лечить, чтобы не надо было собирать средства на лекарства, да и взрослые тоже, нам не хватило 20 голосов. Это море слез. Я вас все-таки перебью. Об этом никто не говорил. У меня остается впечатление, что никаким образом давление на Единую Россию оказать невозможно. Если они даже игнорируют, как показывает уже практика, мнение своих коллег-депутатов из других партий, то как общественность может оказать на них давление? Каким образом? Наши мнения, они игнорируют, но общественное давление, социальное давление, общественное, это оказывает влияние, оказывает влияние как на Единую Россию, так и на правительство и на президента, потому что даже один голос и одно выступление на правительстве, я имею опыт, оно может оказать влияние на решение. Я уже не говорю об общественном давлении, потому что одна из побед, которой я принимала самое активное и непосредственное участие, это отмена решения о переносе военно-медицинской академии. Это была длительная, последовательная борьба, в которой мы опирались. То есть надежда есть? Я считаю, что она должна быть... А когда должно быть второе и третье слушание? 25 февраля срок поправок, истечение срока поправок по второму чтению, но его могут и продлить, особенно если будет общественный напор. Вы знаете, есть стихотворение Симонова, что это последний рубеж, который мы не должны сдать. Вот я тоже считаю, что это... Ваши слова до Бога в уши. Ну что ж, очень интересный закон. Спасибо большое. Майпетишн. Да, майпетишн. Ну, разберетесь.ру, точка ком, найдете. Да, заходите на сайт и подписывайтесь. Потому что на самом деле действительно можно остаться без этих денег, и здесь я с Оксаной Дмитриевой абсолютно согласен, потому что я всегда говорил, что это общак. Вот они его сейчас забирают, судя по всему. Спасибо большое Оксане, и мы прощаемся с вами. Удачи!